ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Жители как могут пытаются добиться качественного оказания коммунальных услуг. В эфире дежурная по городу. Здравствуйте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Проезжая часть по улице Георгия Ратнера давно требует ремонта. Никто не занимается нашими дорогами. Вот у нас вся улица в таком состоянии. От низа и до верха. Просто так проехать невозможно. Обращались в администрацию районную в том году соседи. Обещали, вроде сделают. Но никаких движений нет. Хотели бы обратить внимание, чтобы кто-то обратил внимание на наши дороги. Чтобы нам восстановили, чтобы мы ездили нормально. Год от года яма становится все больше и больше, глубже и глубже. Автомобилистов уже вынуждают ездить по тротуару. Как бы это реально нарушение правил дорожного движения. На выходу уже другого нет у людей. Вот. Гаишники за это штрафуют. А штрафуют из чего? Потому что не хотим машину портить. В той яме, которая на въезде большая, там колеса пробивают периодически. Если, допустим, с этой стороны едут три машины, из той стороны получается пробка какая-то. Небольшая, дворовая. Ни ямы, тут не нету асфальта. Не хватает асфальта. Нормальной дороги. Если честно, я не помню, чтобы кто-то здесь что-то делал. Наверное, еще в начале 2000-х годах, может быть, что-то делали. Нужно срезать, мое мнение, то, что нужно срезать полностью асфальт и выкладывать новое дорожное покрытие. Поставлять бордюрное ограждение. Капитальный ремонт дороги. Это не маленький кулачок, а она вся, улица такая. Ну, метров 600 точно есть. 700. Улица Авроры, 181. Сразу после нашего сюжета ветви дерева, который доставляли хозяйке 15-й квартиры неудобства, спилили. Меня волновала очень ситуация с балконом, с моим, что был сильный порыв ветра и крыша балкона просто поднималась. И к этому же ветки скользили по крыше дома. А это уже как бы и проблема ЖЭО. Обращалась и в ЖЭО, и в администрацию советского района, и на Марии Старая 154. Нонсенс. Ноль внимания на мою ситуацию и на жалобу. Тогда я вынуждена была обратиться в передачу дежурной по городу, по скату. И оперативность была просто очень хорошая. И от 13-го был сюжет по телевидению, а 17-го уже выполнена была работа по спилу веток. Мне же говорили, что дерево не спиливаем, на это не разрешается, статья такая, статья такая. Это всё это у меня задокументировано. Но вот в понедельник 17-го выполнили всё. Именно ветки спилили, которые и балкон шатали, и крышу, и главное, крышу дома задевали. Это не только моя личная просьба была о себе. И я благодарна очень, что вмешалась и прокуратура, и отнеслись очень оперативно и виртуозно. Всё было выполнено. В то время как к чиновникам разного ранга обращалась я, моя просьба была без ответа. К великому сожалению. Значит, 17-го числа выполнен был спил веток, скажем так, а 18-го до 8-ми утра был звонок из ЖЭУ. Что они... Первый вопрос был, довольна ли я работой. Да, конечно, я очень довольна этой работой. И спрашивали, если я довольна, и будет мне звонок чей-то, и из прокуратуры в том числе, вы скажете, что вы довольны? Я говорю, да, конечно, конечно. Кто бы ни позвонил, я, конечно, скажу, довольна очень. И спасибо этой передаче по скату, дежурной по городу, и коллегам, и коллективу всей этой программы. Большое спасибо. Коммунальные службы не реагируют на ваши жалобы. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.